Как ты относишься к сексу с фанатками? Охуенно. Всем привет, с вами Игорь Еремин и вы смотрите проект, где вы первыми узнаете все самые интересные новинки из мира русского рэпа. Чем больше пространства медиа, тем больше внутри него происходит конфликтов. И без сомнения, музыка сейчас стала одним из самых популярных культурных явлений. И, конечно же, конфликты в ней происходят постоянно. Но кто бы мог подумать, что в этот раз возьмутся за Кирилла Бледного из пошлой Молли. Его сейчас обвиняют в домогательствах к несовершеннолетней. Однако ситуация спорная, ведь всего спустя сутки появились первые опровержения от фанатов артиста. Как ты относишься к сексу с фанатками? Охуенно. А началось все с того, что девушка под ником СУФ опубликовала целый пост, в котором обвиняет Кирилла в том, что он ударил ее, а также рассказывает, как они тусили несколько лет назад у него на квартире. И, естественно, сразу девушки не поверили и начали требовать пруфы, особенно те, что были от упоминаемых других анонимов, рассказывающих ей о том, что они пережили нечто подобное. Вторую просьбу она игнорирует, а из собственных подтверждений смогла представить только несколько видео с той самой перепиской. Конечно же, я объясняю, главной целью этих видео было предупредить и найти девушек, которые попали в такую же ситуацию. Ну и, конечно, для меня это было как поставить точку в этой ситуации и больше не бояться. Йоу, бро, там столько хейта, я просто не представляю, почему люди не могут снять розовые очки и посмотреть на ситуацию, типа, целиком. Потому что для многих из этих девочек, которые там пишут, потому что, скорее всего, это и девочки, это просто кумир, герой, который, в принципе, по городу не ходит, пешком не передвигается и летает на каких-то тучах, блядь. Я, ну, я так представляю их воображение о популярных людях. И, скорее всего, они думают, что популярные люди с непопулярными не общаются, так как у людей нет никакого представления о социализации и вообще о том, как работает сообщество. В принципе и в целом. Поэтому, мне кажется, что, типа, вот эти малолетки все и защищают его по той причине, потому что они не могут себя представить на твоем месте. И, что, скорее всего, потому что они нахуй никому не нужны и отброса общества. И тут у фанов появились первые вопросы. Во второй истории, где как раз показывается полная часть якобы общения с бледным, они обратили внимание на разные интерфейсы в Директе, особенно в шапке переписки, где указывался ник и не указывалась его часть на второй публикации. При этом на времени сверху стоит одно время и зарядка аккумулятора, а значит фрагмент сняли за один период времени. Пользователи объясняют такую разницу в приложении тем, что девушка просто подделала факты. Конечно, дальше она пыталась показать, что переписки настоящие, но остались и другие вопросы. Например, девушка утверждает, что Кирилл ее ударил, но на фотографии, показанной в ТикТок, мы видим следы зубов. И есть еще множество несостыковок в ее рассказе, которые косвенно указывают на то, что девушка делала подобный вброс лишь ради популярности. Да они сами срезаются, они тупо нихуя не нужно делать. Они каким-то образом типа находятся, как-то проникают в твое пространство. Бить, насиловать и причинять любой иной вред людям, это, конечно же, плохо, независимо от пола и прочих особенностей каждой личности. Но в последнее время что-то участились случаи, когда на публичную личность цыплют обвинениями ради своей выгоды. Мы только недавно читали случай про Бибера, который оказался полностью лживым. Ну, в смысле, не сам Бибер, а обвинение против него. Если этот случай тоже окажется просто вбросом, то подобные решения от молодых особ, находящихся в окружении звезд, могут подорвать доверие не только в отношениях между людьми, но и к самому движению по защите тех же девушек. Тут все как в сказке. Если часто кричать, что в пустом лесу есть волки, то когда они действительно придут, вам уже может никто не поверить. Я не могу сказать, короче, что я шлюха, еб. Ну, если вдруг обламывается, я не отказываюсь, короче. Ну, я не могу сказать, что у нас там прям море шлюх, короче, там все такое. Да уж, отлично сегодня в футбол поиграли с пацанами. Обновил свои новенькие кроссовочки. Так, 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 так. Давай домой. Давай домой. Ту, опять. Блин. Говно. Самое время заказать что-нибудь годное на сайте hustle.rf. Так, посмотрим, что у них там по обновочкам. Сейчас закажем что-нибудь годное и проверим, сколько же доставка будет длиться. Удивительная работа и логистика, но уже спустя 3 дня посылочку меня. Так, ну а сейчас мое самое любимое. Приступим к распаковке. Закидывайте что угодно в корзину, вводите промокод RAPNEWS и вуаля, скидочка ваша. Ссылочка на хаслов будет в описании. Но не только скандалы есть в индустрии. Конечно, приятных моментов также хватает. Например, тизер нового большого релиза от Карандаша. На целых 15 композиций исполнитель представит дроп под названием «Американщина 3». Также обещают совместный трек с ЛСП. Многие фанаты ожидают, что рэпер перенесет их во времена старой школы и задаст такого жару, что все поймут, что наш олдскул все еще может тащить в топы. И не зря так думают, стоит отметить. Были за это время парочка сториз-записей в студии. Звучит все достойно и приятно. Более того, разнообразие настроений на альбоме впечатляет своим размахом. Правда, даже к карандашу пришлось перестраховаться. А именно, некоторые стали давить на ту самую трушность. Мол, если ты старый рэпер, ты должен делать только монотонный и одинаковый стиль, который оценят ребятки с улиц. Рэпер показал, что таким ребятам не рад. И объяснил, как много времени он проводит за работой, чтобы считать любое свое творчество трушным. А вот кого не сильно заботит любовь МАЗ, это Дава. Успели уже послушать его адаптацию вечной классики от Сереги? Похоже, Бумер был не последним треком нашей юности, который решил немного переделать парень. Теперь он готовит новый релиз. Когда мы входим в клуб, мы не считаем. Когда мы входим в клуб, наш рэп читают слух. Между разборками о том, сгорел у кого-то дом или нет, а также постоянными вбросами о расставании с Бузовой, блогер успевает находить новые источники хайпа. И, судя по всему, он отлично понял, что не только адаптированный видеоконтент хорошо заходит, ведь следующим его коллаборационным решением будет очередное переосмысление. Дело в том, что никто из своего кармана оплачивать не будет. И чтобы они начали делать дом, чтобы его сносить и так далее, они все равно с меня потребовали 50% оплаты от общей стоимости. Ну, то есть они посчитали минимум полтора миллиона. В общем, Дава анонсировал выход композиции с Филиппом Киркоровым. Под нож современных тенденций попала песня короля поп-сцены «Зайк моя». Приятная и местами нафталиновая песня, пропитанная старой советской эстетикой, неожиданно полностью ушла в сторону тюна и драйвового звучания. Похоже, над будущим треком Давы угорает даже сам Киркоров. Правда, зачем ему вообще этот релиз, непонятно. Но, видимо, тоже ради популярности. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я тебя давно-давно люблю. Эх, лучше бы Филипп и дальше был в антихайпе. А там хотя бы не издевались над и без того хорошими произведениями своего времени. А так, все это больше напоминает попытки выдать хит на почве нежелания делать свое. Рыбка моя, я твой лазик, банька моя, я твой тазик, солнце моё, я твой лучик, гребца моя, я твой ключик. Клип Томаса Мраза. После долгого затишья это то, что мы ждали, но больше удивились, когда дроп увидел свет. Хорошая работа с разными типами визуальных эффектов, а также большое количество известных в народе персонажей, которые здесь помогают продвигать историю песни. Прекрасный пример качественного подхода к не самому запоминающемуся ряду. Также разбавил новинкой это время Steam. Он выпустил клип на работу «Всегда первый». Примечательно, что трек стал официальным саундом к фильму без оправданий. Не обошлось без избитых клише подобных настроений. Но в целом, даже такая история была представлена с некоторыми приятными тонкостями. В композициях пополнение зарядил Огел, но его многие приняли очень холодно. Пользователи сравнили премьеру с батлами, которые не считают удачными. Но нашлись и те, кто оценил дроп с теплом. В коллаборациях отметились «Алфавит» и «Мазари». Тоже не самая горячая песня, но уже гораздо лояльнее в отклике аудитории, чем предыдущего автора. Не всем зашло современное звучание, возможно, хотя на наш взгляд оно неплохо сочетается с некоторыми старыми приемами. Зато вновь зарядил своего тягучего вайба масло черного тмина. Мягкий, протяжный и похожий на крепкий виски релиз расскажет в целом все те же мотивы, что находили в словах автора и раньше. Но миксует он их настолько неординарно, что до сих пор кажется свежим. Только готовит нас к будущему альбому Витя А.К. Недавно он подразнил аудиторию свежим сэмплером к пластинке «Старая школа». На нем звук очень типичен для лучших времен 47-го. Но мы же знаем, что там будет еще и фит с Моргенштерном, а также должны скрасить Максим А.К, Вес, Сявы и другие ребята. Но пока мы даже представить не можем, что можно ждать от дропа. Еще меньшим тизером порадует рыночное отношение. Альбом 2020 увидит свет только осенью. Показали нам только небольшой трек-лист на бумажке, зато музыки в нем много. Будем предвкушать целых 18 треков. И под конец релиз от Ган Веста упал совсем свежим из теплых стран нам трек «Кайфарик». Он все в том же образе стебного кальян-рэпа, из которого Ган Вест, судя по всему, не выйдет уже никогда. Готовьтесь услышать это скоро из многих машин, кафешек и колоночек школьников. А на этом у нас сегодня все. Опишите свое мнение о ситуации с Бледным, а также не забывайте написать, какой дроп от старичков вы ждали или ждете в ближайшее время. И не забывайте про ютуберские функции площадки. Они помогут не только нам распространить ролик, но и вам высказать свое мнение, а также не пропустить следующий выпуск, до которого я с вами и прощаюсь. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok